Сыр, который вы видите, это качёта, классическая, итальянская, приблизительно месяц срок созревания. Ещё пару месяцев подождём, будет очень вкусный сыр, полутвёрдый. Головки элитных сортов сыра – не продукт известной торговой марки, а результат семейного труда переселенцев из Макеевки. Помещение, в котором мы сейчас находимся, это помещение для производства сыров из козьего молока. Здесь мы делаем мороженое, сзади меня стоит автомат, мини-сыроварня, ручное производство. Мы постоянно экспериментируем, ну не знаю, 16-20 видов наименований мы делаем продукции. Кисломолочное, мороженое, масло, сыры, только с цельного козьего молока, с натуральными заквасками, никаких стабилизаторов, ничего у нас нет. Эльвира Готицкая рассказывает, технология производства несложная, но кропотливая. Главное сырьё – молоко. Для изготовления качественного сыра используют только домашнее. Ежедневно его проверяют по шести показателям, раз в неделю на восемь. Огромное значение имеют условия содержания и здоровье животного, которое доят. Все эти тонкости горожанка узнавала постепенно. А началось всё с того, что семья получила в подарок козу с двумя козлятами. Вот эта коза, которую три года назад подарили мне, она основоположница этого козьего направления. Когда в доме появилось животное, супруги заинтересовались козоводством. Со временем интерес перерос в хобби, которое стало делом жизни. Ездил за границу, Франция, Австрия, Англия, Израиль и прочие страны. Все передовые хозяйства, которые есть, изучал эту специфику этих животных. Переводил много сайтов иностранных. И, конечно, это эликсир жизни, если так можно сказать, что касается мяса, молока и всего животного. За один год в селе Студенок из Умского района семья Готицких построила небольшую ферму. Инженер-механик и юрист стали профессиональными козоводами. А результаты их труда получили высокие оценки не только украинских, но и международных специалистов. Ферма разрасталась, а с ней приходил и опыт. Сегодня переселенцы не только используют, но и разводят породистых коз. Утверждают, сараи, в которых по старинке держат этих животных украинские хозяйки, не самый лучший вариант. Нужно создать условия. Создать теплый, допустим, сарай и выгул свободный. Посмотреть на морозе, заходит оно в теплое или нет. А с животным не заходит. Значит, оно выбирает там, где лучше. Поэтому и таким методом проб и исследований, ошибок, вот так набирался опыт. Вот именно, да. Ну, выбрано направление именно по прививать на местные аборигенные породы французскую генетику. Это две породы, альпино и заанинские. Это промышленные направления такие. Вот. Для дальнейшей репродукции. Сыры гатицких уже побывали на выставках в Киеве и Италии. Европейцы назвали украинский продукт шедевром сыроделия. Но похвастать фермеры могут не только сырами. Вся наша продукция из цельного козьего молока. Без консервантов, трансжиров. Абсолютно натуральная. Поэтому требует стерильности, очень такого щепетильного подхода. Мы делаем твердые, полутвердые сыры. Вот здесь вы видите, качота представлена. С разными наполнителями и разные сроки созревания. Сгущенку, сыровяленая колбаса, колбаски для гриля. Мягкие сыры делаем фито-классическое, греческое. Делаем вот в масле в оливковом, с риганом. Еще делаем сыры с плесенью по типу кратин-шавиньон, камамбер, с голубой плесенью ракфур. Каждый день экспериментируем что-то новое. На чем-то остановимся дальше. У местных новаторов уже есть и свой бренд – «Святогорская коза». Название своим продуктом фермерам подсказала сама местность. Они живут в шести километрах от Святогорского монастыря в заповеднике «Святые горы» на улице Святогорской. Здесь планируется проведение конференций, семинаров, мастер-классов по козоводству, сыроделию. Очень много приезжает сюда специалистов со всего мира. Вот недавно уехали французы и голландцы, которые готовы поделиться опытом с украинцами. Мы хотим все передовые технологии Европы, Канады, Америки ввести сюда, чтобы у нас здесь козоводство было на высочайшем уровне. Стоимость сыров элитных сортов – от 350 гривен за килограмм. Но организовать достаточное производство для массовой продажи фермерам пока не позволяют финансы. Кроме этого, козоводы разводят и птиц. Мини-птиц ферму тут организовываем, Ломан Браун, яичное направление, тоже сбалансированное. Конечно, очень сильно отличается вкусом, внешне видно, вы же гляньте, какое оно красиво. И размеры. Ну, обычно яйцо 70-75, у нас 80-85. Вот даже если его взять в руки, вы даже реально обратите внимание, ну, как бы, размер яйца. Здоровая шкарлупа, твёрдая. Ну, хорошее яйцо. И тем более сейчас при холоде у нас яйценосность 80-83%. Это очень хороший показатель. Местных школьников и детей-переселенцев на ферме готицких встречают с особым чувством. Волонтёры, которые привозят ребят на экскурсии, считают, особая атмосфера и общение с животными адаптирует их к мирной жизни. Очень много приезжает детей, особенно вот это сейчас потеплеет. Особенно, когда маленьких козлят много, мы их выпускаем вот сюда, где твореют. Тут просто они часами вот так крутятся, вертятся. Мы проводим, ну и планируем дальше проводить. И мало того, что экскурсии, мы творческие центры здесь для детей планируем. Готицкие говорят, их пилотный проект может воплотить каждый. Для серьёзного бизнеса нужно 200 доильных коз. Но рентабельность могут принести даже 5 животных. И собирались самые передовые, интересные моменты, чтобы это выживало в селе. Да, вот, к примеру, поилочки там, вот, они, можно посмотреть, они все простые. Там снизу, как туалетный бачок, подходит вода, вот, и всё, лампочка сверху подогревает это немножко. И вот, минус 28 градусов, она не замерзает, ничего, автоматически все получают чистую, ну, такую, со скважины воду. Посредине это кормостол, вот, тут мы стоим, вот, здесь барьер. По времени им раздаются корма там. И, собственно говоря, вот оно, вот так вот всё соблюдается. Фермеры мечтают, чтобы их инициатива стала культовой в Украине. На сегодняшний день только цей ферме требует до 20 тонн специальных комбикормов, яких в Украине ещё никто не выпускает. То есть, если галузь пиде дальше развиваться, то мы можем выйти на проблему. Треба, кто-то должен выпускать комбикорма уже для кис. Это новая галузь. Мы выпускаем для птиц, для свиней, для великой рогатої худоби, а для кис там специально треба делать. Это может быть новое завдание для наших комбикормовых заводов. В том числе для нашего изюмского комбикормового завода, который размещен в селе Капитольевка. Это новые объемы могут выйти. На сегодня в Изюмском районе зарегистрированы порядка двух тысяч переселенцев. Около года они получают пособия и другую помощь от государства и волонтерских организаций. Но всё больше появляется примеров успешного хозяйствования, которые приносят пользу и местной громаде. На территории Левківской сельской ради люди собрали по два гектара земли для ведения особистого селянского хозяйства. Они занимаются городом, разведением птицы. Есть у нас фирма в Изюмском районе, которая занимается строительством. Люди якесно проводят работа, ремонтуют объекты. Часом дешевше это роблять и качественнее, чем местные, скажем, то уже частина и приватного бизнеса, и даже даже государственных организаций вертается до них. На территории Левківской сельской ради поселилась человек, которая шикарно играет на саксофоне. Сейчас она залучается до проведения разных заходов, концертов, урочистостей разных, из цього має копійку. Саме основное, что на сегодняшний день, может, є якась туга, якийсь жаль, але озлобленность уже проходит потроху. И пока козаводы думают, как расширить производство и поучаствовать в трудовом воспитании местных школьников, на соседней улице другой переселенец Олег Камышан из Донецка возводит самую большую мазанку на Слобожанщине, чтобы привлечь в студенок туристов. Евгения Гокова, Дмитрий Герасимов, Объектив неделя.